Сердце уходит в пятки, трясутся и холодеют руки. Именно это чувствуют тысячи выпускников каждый год перед сдачей государственного экзамена. Но сегодня такое испытание проходят не ученики 11 классов, а их родители. Родителям выпускников придется запастись терпением, ведь они пройдут все этапы сдачи единого госэкзамена, начиная от прохождения рамок металлоискателей, заканчивая получением результатов. Подобная практика поможет понять им, что чувствует ребенок во время сдачи ЕГЭ. В аудиториях камеры видеонаблюдения, мобильные, телефоны не работают. По всему этажу стоят глушилки. На партах ничего, кроме черной гелиевой ручки и паспорта. Родители в ожидании контрольных измерительных материалов. В этом году впервые Кима привозить не будут. В каждой школе раздадут диски с заданиями. Наблюдатели печатают варианты и сразу отдают их родителям. Начинаем с крытия. Попробовать себя в роль выпускников 11 классов согласились 30 родителей. Все они представляют разные школы района, как и на настоящем экзамене. Для написания ЕГЭ по русскому языку участникам отвели 40 минут. Здесь никаких поблажек. Строгие наблюдатели следят за порядком. Родители признаются, что обязательно поделятся своим опытом с детьми. Мы, наверное, очень ответственно сейчас старались заполнить буквально все и боялись ошибиться. Но хочу сказать, что очень интересные задания. Есть для нас, может быть, даже наши старшеклассники абсолютно, я в этом уверена, они быстрее с нами. Потому что мы уже начинаем сомневаться, может быть, в некоторых ответах. А так очень понравилось. Вот эта вот нехватка времени, вот как бы вот это вот очень тяжело, мне кажется, когда вот ты знаешь, что не хватает времени. Ну, нам было не страшно, потому что у нас особой ответственности нет перед этим. Просто рассказать детям, поделиться о результатах, как это проходит. Детям, конечно, это намного все ответственнее понимают, какой-то важный шаг в жизни. Ну, нам было спокойно. Девушки очень приятные проводили. Все понятно объяснили, все. В общем, несложно было. Времени не хватило. Время очень мало дается. И столько лет, как мы все это прошли, в 30 лет я закончила школу. Волнительное, но интересно. Цель всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» – помочь взрослым поменяться местами с детьми и узнать все о процедуре тестирования на личном опыте. Организаторы пообещали, что в следующем году ЕГЭ можно будет сдать не только по русскому языку. Дарья Сутягин, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.